Автор проекта «Стихи живут повсюду» Наталья Замарина рассказала, что работая над очередным сценарием, решила, что апрельский выпуск обязательно должен быть посвящен космической теме. Для меня эти дни очень радостны еще и от того, что я родилась 10 апреля 1961 года. И все свое детство я слышала, что вы космонавты. То есть мы были космонавтами, вот эти частушки о космосе, какие-то прибаутки, какие-то игры, вот эти ухты, ахты, все мы космонавты. Все детсадовское мое детство меня сопровождали. В рамках проекта была организована поездка на Бирюлевский экспериментальный завод. Сотрудники предприятия прочитали стихотворение Владимира Агатова о первом полете в космос. Опережая мудрый век космических далеких странствий, ушел советский человек сегодня в звездные пространства. Нет нужных мыслей, верных слов, я только думаю с волнением, что с ним страны моей тепло, дыхание и сердцебиение. Что в этот миг метнули след ему с высот кремлевских башен, и слава наших прошлых лет, и лет грядущих, слава наша. Работники Бирюлевского экспериментального завода уже почти 60 лет отвечают за содержимое тарелок на орбите. Экскурсию по этому уникальному учреждению для нашей съемочной группы провел доктор технических наук, главный конструктор по обеспечению питанием экипажа космических объектов Виктор Добровольский. Рацион формируется путем закладки продуктов в специальный контейнер. Вот специальный контейнер. На крышке контейнера 16-суточное меню. 16 дней. Почему 16 дней? Потому что космонавты долго там находятся. И чтобы не было приедаемости блюд, приедаемости пищи, они повторяются один раз в 16 дней. Основной цех завода похож на огромную кухню. Именно здесь в течение почти двух суток борщ проходит подготовку для отправки в космос. Приготовление пищи осуществляется как в обычных земных условиях. Готовится первое блюдо, готовится второе блюдо, готовятся полуфабрикаты для затаривания в консервные банки, мясных консервов. Стоит отметить, что космонавты не используют тюбики, которые правильнее называть тубами с середины 80-х годов. Производство почти полностью перешло на сублимацию. Сегодня разливают сок для сублимации. И, к примеру, так же первое блюдо будет осуществляться, как вот и сок. Наблюдать за процессом можно только через стекло. Здесь все стерильно. Сушка осуществляется следующим образом. Затаренный продукт в специальное противень помещается в сублиматор. Затем все так дверь закрывается, вот как слева показана закрытая дверь. И включается заморозка. Продукт сначала замораживается. Сейчас на заводе создают 90% всех наших космических продуктов. Только за рыбу, хлеб и сыр отвечают другие предприятия. Преимущество продукции – ее исключительное качество. Вся космическая еда вырабатывается на основе натурального сырья без добавления искусственных загустителей, стабилизаторов и консервантов. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.